Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана, и кстич влог в эфире. Massaga World о разном. Вспоминается DMC по 850. Зачем я тут вам вышиванку показываю? В который раз уже, наверное, я хочу высказать свое мнение по поводу того, почему я не вышиваю вышиванки. Смотрите, здесь есть пятнышки, которые не отстирываются, чем бы я их только не выстирывала. Я абсолютно не знаю, что это за пятна, какого они происхождения, так как, конечно, вышиванку носит ребенок. То же самое вот здесь. Какое-то рыжее ржавое пятно. Вы понимаете, что, допустим, эту кофточку она одела всего лишь раз 5. При этом уже появились пятна, которые не отстирываются. И представьте, если бы я вышивала вышиванку ей, наверное, месяц, не знаю, сколько бы я ее вышивала, и потом бы она поставила такие пятна, ну зачем это надо? Это самая безобразная картинка, которая была вышивана тобой. Почему ты так считаешь? Потому что, когда ты выключаешь свет, нитки светятся таким образом, что безобразия не придумаешь. Подожди, у нее реально они светящиеся нитки, ты сейчас не можешь это... Если ты что-то не помнишь, то я верю своим глазам. Давай попробуем. Давай. Слушай, подожди. Слушай, а там реально что светится? Правда, ничего не видно, но... Дай посмотрю. Это что? Убери ее, чтобы ты видел нормально. Ой-ой-ой. Это как? Покажи. Это что за фигня такая? Я тебе говорю вообще. Какашки какие-то светящиеся. Подожди ты. Какашки? Да, светящиеся какашки. Вообще нереально, это реально какашки. Ты на плавитянин накакал ее. Это какие-то камни, блин. Засохшие какашки. Камни. Ночью приснится хуже, чем скелет. Это же авантюрка. Что от нее ждать? Красивая. Авантюрка. Ага, красивая она. И теперь гвоздь программы. Линяющая ДМС. Это та вещичка, собственно, которую я вышивала в свой гробик для ножниц. И посмотрите. 115-й меланжевый номер от ДМС полинял. Причем стирала ее в холодной воде. И появились какие-то желтые пятна. Конва была чистая абсолютно. Но какие-то желтые пятна портят внешний вид. Конечно, этого всего не будет видно. Я это все вот так заверну. Но сам факт. ДМС полиняли. Более того, смотрите. Вот эта верхняя часть была вышита ДМС, которые были у меня в старых запасах. То есть еще, которые я покупала лет, наверное, 8-9 лет назад. Эта часть нижняя была вышита ДМС 115, который приобретался вот сейчас. Буквально 3 недели назад. И здесь нижняя часть не полиняла ни капельки. То есть, получается, нитки с прошлых покупок партии были менее качественными. Ну, именно эти 115-е. Потому что другие ниточки красные, которые я тестировала, тоже из старых партий, они не полиняли. Поэтому, да, признаю, первый раз за 10 лет у меня полиняли ДМС. Впервые за 10 лет. Но факт остается фактом. Вот такое сердечко нашла пенопластовое, по-моему. Которое, знаете, на День Святого Валентина продают. Тут еще такая палка длинная. Сейчас с него получится. Ну вот, особенно пока ничего не получилось. Потому что у меня нитки, которыми я обматываю, а это риоли с остатки от какого-то набора. Они закончились у меня розовые. И поэтому я буду придумывать, что делать дальше. Но, в принципе, это игольница будет. Как вы видите, здесь иголочки очень хорошо держатся. И они очень классно входят и выходят. И вот, что в итоге у меня получилось. Так как я очень ленива, я передумала делать из этого подушечку. И просто согнула здесь по краям, прогладила. Причем, когда гладила, я заметила, что на гладильной доске отпечатывается красный цвет. Я в шоке просто. Как будто бы я перевожу переводнушку какую-то. В общем, да, линяют и довольно-таки сильно. И выглядит это все следующим образом. Я млею от этой вещицы. Это настолько готично. Готичнее не придумаешь. Хотела сначала покрасить этот гробик с помощью краски из баллончика. Но потом передумала. Думаю, так тоже прикольно. Хочу всем сказать огромное-преогромное спасибо за такую отдачу по поводу моих видео. Особенно про отношения блогеров. Ну, в принципе, все видео. Такие комментарии офигительные. Такие иногда спорные, иногда классные, иногда не очень классные. Но я настолько довольна на самом деле. И, если честно, не успеваю отвечать вообще. У меня никогда не было столько комментариев. У меня никогда не было столько лайков, дизлайков, просмотров. Действительно, вот это со мной сейчас происходит впервые. Вы за этим наблюдаете. Да, это действительно классно. Я чувствую себя счастливее. Некуда по поводу YouTube. И, да нет, и вообще. И вообще я самая счастливая. Я все-таки вам еще осмелюсь порекомендовать посмотреть одно видео от Робины Кудины. Я думаю, все ее знают. А кто не знает, обязательно загляните на ее канал. Потому что эта девчонка, ну, просто взрыв энергии, эмоций и непосредственности. Я смотрю ее с момента создания ее еще первого канала, когда у нее и тысячи подписчиков не было. Я как бы с ней прожила ее замужество и развод через месяц. Я наблюдала, как она создала второй канал. Дело в том, что ее видео, ссылку на которое я оставлю, оно вот тоже на ту же тему. Отношений блогеров, зрителей, реакции зрителей на всякие видео, их комментарии и все такое прочее. То есть абсолютно практически то же самое, что сказала я, но только с офигенным юмором. Это просто, вы должны обязательно это послушать. Особенно начинающие блогеры, да и просто всех подряд идите и смотрите, наслаждайтесь, смейтесь. И все, на этом я заканчиваю свой Икстич-влог и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин